Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео будем делать абсолютно честный обзор на ЛТ-432. Но перед тем, как с вами начнем, друзья мои, более 68% зрителей, которые смотрят мои видео уже не первый раз, делают это без подписки. Братцы, эта подписка для вас лично ничего не стоит. Нажав на вот этот желтый шильдик в правом нижнем углу, вы не потеряете ни одной копейки. В один клик подпишитесь на канал, будете получать уведомления о выходе новых видосов, если прожмете колокольчик, а я вам рекомендую это сделать. А я буду радовать вас новыми видео, причем вы за это не будете платить ни гроша, но для моего канала это действительно дополнительный кислород и возможность развиваться. Это возможность конкурировать с мастодонтами, которые оккупировали YouTube и никого туда не пускают. Поэтому помогите мне, пожалуйста, развивать мое начинание, я хочу сделать огромный канал и стараюсь специально для вас. Что касается ЛТМ-432, на секунду отвлекусь, спасибо большое, я знаю, что несколько человек из вас однозначно уже нажали на желтый шильдик. Огромная вам благодарочка. ЛТ-432, 6000 за него просят, это восьмерка, легкий танк и я, честно говоря, данный ценник абсолютно не понимаю. Мне кажется, что машина не стоит таких денег. Мне почему-то кажется, что если вы хотите себе годную восьмерку, то лучше доложите 500 голды и возьмите себе объекта. Да, это средний танк, не легкий, геймплей немножечко другой, но все-таки реализовывается машина гораздо лучше. Что же касается ЛТ-432 за 6 косарей, то здесь все очень просто. Здесь машина, слот в ангаре, открытое оборудование, которое позволит вам сэкономить где-то в районе 1,8 млн серебра приблизительно. Да, и в принципе на этом все. Что собой представляет машина? Давайте обсудим все плюсы и минусы. Ну, однозначный плюс машины это крайне-крайне низкий силуэт. Да, действительно, башенка очень маленькая, плоская, выцелить ее очень сложно. Но, ребят, отыгрывать этой башней где-то от неровностей вы не сможете. По одной простой причине, потому что здесь очень унылые углы склонения орудия вниз. Всего лишь минус 5. Играть крайне дискомфортно. Машина способна нормально бодаться только тогда, когда находится на какой-нибудь ровной площадке и пытается кого-то закрутить. Что касается времени сведения, разброса будем смотреть в бою. В целом, особых претензий к этим показателям нет. Что касается урона в минуту, он, я бы сказал, в пределах разумного, но далеко не самый великолепный. Время перезарядки неполных 8 секунд с учетом оборудки и амуниции. Пробитие 175. Улучшать не советую, потому что в случае улучшения пробития, хотя порой действительно было бы неплохо, чтобы пробивало орудие чуть получше, вы получаете себе ДПМ ниже 2000 и время перезарядки в 8,5 секунд. А для данной машины такое время в бою пережить, ну, та еще, в принципе, задачка. Что касается всех остальных характеристик, то здесь 280 единиц урона, я бы сказал, что для легкого танка за один выстрел неплохо, но все же, ребят, к этому вопросу вернемся чуть-чуть попозже. Что касается углов склонения орудия вверх, плюс 15, то в целом это комфортно. Но мы редко стреляем по воронам, в основном нас интересует возможность опустить орудие вниз, а не задрать его вверх. Что касается брони, поскольку данная машина является легким танком, то брони здесь, как вы видите, нет. Особых рикошетов ожидать вам не придется, нигде здесь нет такого места, в которое может там прилететь с непробитием. Ну, то есть здесь все, в принципе, картонное со всех сторон. Короче говоря, все, что будут вас выбрасывать, все будет заходить вам с уроном. Что касается сравнения с машинами на уровне, то хотелось бы отметить первое. ДПМ, в принципе, да, там, типа терпимый, но, ребят, все машины с цикличными орудиями имеют ДПМ выше, причем существенно. Стартует следующая планка, 2216 единиц, потом 2250. Короче говоря, сразу на 200 единиц ДПМ больше, ну а есть ребята, которые имеют по 2500, а то и 2700. Короче говоря, ребят, по ДПМу и по многим другим показателям эта машина очень сильно проседает. Она проседает по всем показателям, кроме скорости, хотя тот же самый РУ-251 проходной, безусловно, взувает данную машину, причем с существенным отрывом. И хотелось бы отметить, что в моем личном случае, мое субъективное мнение, ребят, уж не обижайтесь владельца данной машины и кому она заходит. Мне, допустим, на восьмом уровне среди легких танков с цикличными орудиями больше заходит ЛИКПЗ М41-90 мм. Гораздо более приятная машина, такая же подвижность, разницы вы не почувствуете, но при этом всем, ребят, перезарядка. Уж 5,5 секунд, далеко не 8 секунд, согласитесь. Да, пускай альфы на 40 единиц меньше, но ДПМ, ребят, 2000,5, тогда, когда у ЛТ-432 всего лишь 2. И пробитие 182 против 175. Пробитие, кстати, ребят, здесь самое низкое на уровне. Такое же, только у Т-54 облегченного. И обратите внимание, что во многих показателях орудия, в принципе, между собой похожи. Да, хорошее время полета снаряда на дальнее расстояние, скорость полета снаряда составляет 1150, но, ребят, вот этим вот вы точно не насытитесь в бою. Это единственный показатель, который действительно круче, чем у всех остальных цикличных орудий на уровне. Но хвастаться этим, ну, как бы, сами понимаете, дело бестолковое. Что касается доходности информации нет, но в минусе вы не будете по результатам боева. Что касается процента по победам, то неполные 52%. Тоже абсолютно не, как бы, предел мечтаний. И точно такой же процент по победам на ЛИК-ПЗ М41-90 мм. Но все-таки вот эти 52% по победам, они достались целым 863 игрокам, а не 260, как на ЛТ-432 за последнее время. А это говорит о том, что вот в эту цифру входит гораздо большее количество слабо подкованных игроков. А значит, ЛИК-ПЗ в их руках играется все равно гораздо лучше, чем руками вот этих вот товарищей. Ну, если логику мою поняли, пишите в комментариях. Если не поняли, лучше не пишите в комментариях, потому что в письменной форме я уж точно этого объяснить не смогу. Что касается самой машины, поскольку обсудили все, что можно было обсудить, предлагаю просто выехать на ней в первый попавшийся бой и попытаться ее реализовать. Хотя реализовать ее, в частности, на Нормандии будет очень сложно. На этой карте огромное количество неровностей и, как я говорил, углы склонения орудия минус 5. Это абсолютно не то, с чем необходимо заходить на карты с абсолютно-таки неровным и вот таким вот хаотично-холмистым ландшафтом. Ну, для понимания, допустим, я сейчас попытаюсь, никому не мешая, подъехать на вот эту вот горочку и представим себе, что там есть соперники. А вот даже представлять не надо, вот он уже есть. Да, у меня очень низенькая башня, он меня не выцеливает, но орудие вниз у меня, ребят, уже не склоняется. То есть, в принципе, тут угла склонения орудия можно сказать нет. Вот я сейчас должен выехать на самый верх для того, чтобы прицелиться по вот этому товарищу и назад откатиться. Точность орудия довольно неплохая, время сведения, время перезарядки и подобные показатели, они, в принципе, в бою ощущаются как вполне себе терпимые и приятные. Но, ребят, все-таки картонность данной машины и невозможность даже вот в такой вот позиции выцелить ПТшку, СУ-152, ну, прям вообще ужас ужасный. Вот приехал ТИП-62, который абсолютно спокойно может меня выцелить и в меня попасть, а я этого сделать, к сожалению, не могу. Но, кроме как пользоваться своим низким силуэтом и отваливать назад, других вариантов никаких не остается. Если бы данной машине сделали угол склонения орудия божески терпимым, таким, чтобы можно было, ну, хоть как-то там работать на неровности, тогда данная машина действительно была бы, ну, прям очень комфортная и очень классная. Она не была бы при этом имбой, ребят, но она бы могла делать хоть что-нибудь в боях. А так, единственное, что тебе остается, это только постоянно прятаться. Второй вариант, это носиться как угорелый по карте и просто работать за светами, отвлекать соперников на себя. Сейчас досмотрим данную катку, зайдем в следующую и попытаемся отыграть немножко другой тактикой. И так, друзья мои, поражение. Никчемные 780 единиц нанесенного урона. Ну и что касается результативности по фарму, то не в минусе, как говорится, да и слава богу. Что касается результативности по командам, то понятное дело, что я там плетусь где-то в конце списка, и в этом нет абсолютно ничего удивительного, потому что действительно урона я никакого не набросал. Может быть, анализируя бой по его завершению лично для меня, было бы правильным уехать где-то там как-то по правой стороне, заехать там с кормы, попытаться оттуда поотбрасывать. Но, ребят, хорошие мысли приходят тогда, когда бой для тебя уже закончился, и ты проводишь работу над ошибками. Но уже поздно, и после драки особо кулаками не поразмакиваешь. А когда ты находишься в драке, то светлые хорошие мысли не всегда тебя посещают вовремя. Поэтому, может быть, в предыдущем бою я действительно не совсем качественно сыграл, но скажу вам откровенно, мне вообще в принципе очень сложно на LT432 качественно сыграть. Потому что машина, она настолько дискомфортная, если не считать точности орудия, насколько только может быть дискомфортным танк в нашей с вами игре. Вот сейчас на этой карте я максимум, что могу, это где-то спрятаться. Ну, просто потому что если я сейчас на горку туда закачусь, да, я подсвечу, но на этом, в принципе, все мои заслуги закончатся, потому что поднявшись туда на горку, я не смогу нормально, в принципе, отыгрывать и опускать орудие для того, чтобы в кого-то можно было прицелиться. В то же время не светить, ну тогда получается вообще ничем не заниматься в бою, а значит от меня толку вообще никакого не будет. Вот сейчас ко мне приехал тигр. Очень веселая, классная ситуация. Сейчас попытаюсь в надежде на то, что он приехал сюда один, как-то здесь побыть. Надеюсь, что мне сейчас помогут. Есть у нас вот здесь вот товарищ, который пасется сверху. Но в то же время ко мне еще едет ЦСК. Так, брат, получи тычку. Ай-яй-яй, боже мой, как мне сейчас везет. Это сейчас неимоверный фарт, необходимо попытаться отсюда отвалить как можно быстрее. Горим, нам попу подожгли. Я как чайник на сковородке, горю-горю. Ну, слава богу, хоть подвижности хватило свалить. Может, там еще каких-то пару тычек кому-то я закину. Отходим. Вот даже в такой игровой позиции, как вы видите, я не могу нормально прицелиться и нормально выцелить соперника для того, чтобы его пробить. Так. Очень хорошо, мне повезло сейчас. Просто великолепное везение. Спасибо большое за то, что меня сейчас не вынесли в ангар. Ай-яй-яй-яй, углы склонения. Ну вот, пожалуйста. Не хватило сейчас угла склонения для того, чтобы дать тычку в ответ. Но, опять-таки, поносился по карте. Где-то как-то кого-то подсветил, где-то какого-то урона набросал. Фраг сделать не получилось. Ну, просто потому что силенок не хватило. Хотя, несколько довольно интересных выстрелов сделать вышло. Ну что, досматриваем бой, смотрим на результаты. Но почему-то мне кажется, что и в этом бою особых результатов мы с вами не соберем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, бой закончился победой. Я не могу сказать, что это наша заслуга. Заслуга команды. Ребята хорошо отыграли. Вытащили бой. 1800 с копейками единиц урона. По фарму 56 тысяч. Я не могу сказать, что я много чего-то сделал. Но, в целом, ребят, умудрился занять третье место в команде по урону. То есть, само орудие в отношении количества урона, которое вы можете набивать, оно действительно классное. Теперь давайте будем подбивать итоги. Что касается данной машины. Она действительно очень сложная в реализации. Она действительно очень удобная в отношении того, что она маленькая, низенькая и очень часто промахивается. И уходить куда-нибудь за какое-нибудь укрытие в виде холма очень удобно. Потому что вам нет необходимости прятать туда за укрытием какую-нибудь большую тушу. То есть, только вы начали скатываться и вы, в принципе, уже не пробиваетесь. Вас не видно, потому что вы крайне-крайне низенькая машинка. В то же время, ребят, угол склонения орудия вниз просто безбожно ужасен. Именно это будет постоянно мешать вам давать больше результатов. Или, по крайней мере, качественно и комфортно отыгрывать на данной машине в каждом бою. Машина, в целом, я бы не сказал, что плохая. Но дискомфорта вам доставить может. Стоит ли ее покупать и решать, безусловно, вам. Если вас интересует мое субъективное мнение, то если бы выбор был конкретно передо мной и кого себе брать, то я бы, наверное, все-таки доложил 500 голды и взял себе объекта 274А. Более бодрая, более интересная машина. Та же самая восьмерка. Да, пускай и нелегкий танк. Да, пускай и не дам обильность и подвижность. Но все же более качественно сбалансированная тачка. Вот такое вот мое мнение по поводу ЛТ-432. Ну и что касается моей честности, если вы как-то в ней сомневаетесь, то подписывайтесь на канал. Смотрите дальше мои видео. Вы поймете от видео к видео, что я ни от кого ничего не скрываю. Показываю машины такими, какие они есть на самом деле. И никогда не буду рекламировать вам приобрести что-либо, что потенциально может вас расстроить. Ну а на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Пошел снимать специально для вас. Ну а вам огромное спасибо за просмотр мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok